Обязательно, в округе, в течение одного месяца, вступление решения законной силы, выходной день на центральной площади города Видное, Московской области, уведомленной в Грудинину и Риму Игоря, в раздать имение выступления не менее чем за 10 дней, опровергнуть несоответствующие действительности, хороющие сведения по Грудинину и Риму Игоря, в течение личного выступления сведущего содержания. Распространенная в Селковской Грудинину, заместительная директора ЗАО «Сохот» Эмилеевна, в ходе митинга в поддержку Павла Грудинина, состоящегося 13 июня 2019 года в городе Москве, были распространены несоответствующие действительности сведения, о том, что Грудинина и Игоревна оказывают содействие в рейдерском захвате ЗАО «Сохот» Эмилеевна, никуда не работала в Сохоте и не имеет представления о такой работе, когда генеральная удоверенность преступницы пролегайте, целью которой является рейдерский захват ЗАО «Сохот» Эмилеевна, предала сотрудникам Сохоте скоростных побуждений, нечестно получила 42% акции ЗАО «Сохот» Эмилеевна, в суде добилась признания себя малой имущей нечестным путем, нарушив норму нравственности, живет в шапорном доме, имеет домик для прислуги, вести до шикарных дорогих машинок, имеет две пластины, имеет бизнес, вот две целом их высоты, говорит неправду о Павле Грудинина, выдумывает то, чего не было. В действительности распространяет предусвестительное сведение, о нем выставляет благовидно свет. Заскать вопрос о Григоринине, в ходе дневной дневной консистенции, морально, да? Размеритесь, вот у него на что-то. Сторонная сайт, по выгребной поддержке? Довольно. Слушаю ваши песни. Мы, в общем, полностью поддерживаем предупреждение. Действительно, на митинге, упомя на 13 июля 2019 года, были распространены эти сведения. Мы полагаем, что они порочат через остальную студиологию репутацию ИССА. Действительно, после того, как этот митинг произошел, это негативно отразилось на, в принципе, жизни Ирины Грудинной, потому что, так сказать, ее все знают, и достаточно большие аудитории были распространялись сведения. Люди поверили, сделали выводы, начали показывать пальцем. В общем и целом, лишили человека нормального существования штанг, где она здесь живет, а она живет в этом же районе. Поэтому мы полагаем, что эти сведения носят крайне негативные последствия и абсолютно законным, правильным способом будет признать их несоответственную действительность и порочищами и обязать ответчика провернуть эти сведения на центральной площади Городелина. Мы имеем в виду улицы Школьная, дом 26 А. Это здание на практике администрации Городелина. Полагаем требования законными, обоснованными, справедливыми и подлежащими митингами. Наставим полным объемом. Скажите, пожалуйста, про последствия. Какие последствия? Вы имеете последствия такого выступления, но знаете, какая история? Значит, у человека есть тихий, спокойный человек, которым в общем и целом никогда никто до этого митинга можно сказать, что не слышит. То есть это женщина, которая всегда была за мужем, она никогда не уходила на первый план, она не занималась политикой, она не делала резких рассказываний. Значит, и ее решили сделать, так сказать, козлом отпущения и неким таким объектом проблем, которые в общем и целом, так сказать, руководитель совхоза создал себе сам. У нее есть движний круг, так сказать, поклонников, сотрудников, в том числе В. Ивана Целковского, которая вышла, так сказать, если вы видели это выступление на YouTube, я вчера пересматривал, достаточно ужасная картина. То есть она вышла и на всю площадь начала, значит, говорить вот эти вот абсолютно непонятные совершенно, ну, не сказать лживые, но ладно, несоответствующие действительности сведения. Да, то есть здесь вообще, вот вы когда сейчас читали, да, оказывается действие в рейдерском захвате, значит, продав доверенность преступнику, целью которой является рейдерский захват, передала, предала сотрудников совхоза здесь, скажем, побуждение, здесь просто вообще человек несо колеситься, не понимая, значит, какие это могут последствия. А последствия самые негативные. Значит, я хотел сказать, что Ирина Игоревна Грудинна, она минуточку отвалит. И, так сказать, здоровье Ирина, однозначно, не улучшилось от этого. Человек постоянно находится в нервном напряжении. Понятно, что, так сказать, все люди, которые были на этом митинге или посмотрели эти видео, там много тысяч просмотров на YouTube, да, которые живут вокруг нее, они, соответствующим образом, начали уже относиться к ней, значит, ее обсуждают, за ее спиной, значит, шуршутаются. Человек не может пройти мимо без того, чтобы его не обсудили за, там, спиной в магазине, значит, где-то еще, где она появляется, знаете, ну, это просто кошмар. И вот это вот последствия, вот это вот этих высказываний. Мы не говорим, что, так сказать, они повторяются там все в СМИ, неоднократно, да, что это еще и пишут на бумаге, но когда, так сказать, госпожа Савуковская и же с ней, да, вот эти вот, так сказать, люди, мягко говорят, значит, собирают целую площадь своих сторонников и начинают оттуда называть фамилии, говорить о том, что эти люди виноваты в горестых и бедах предприятия, что там происходит якобы рейдерский захват, вот, что супруга, которая обратилась с иском о расторжении брака и разбили совместно на жду имущества, она, значит, рейдер у нас, вот, а то, что она, значит, человек с инвалидностью, это, как бы, тоже вранье, вот, и вообще она из коррестных побуждений это все делает, но абсолютно околесится, так сказать, понятно, что, естественно, госпожа Савуковская, как акционера совхоза имени Ленина, ей, естественно, не понравилось, что Ирина Игоревна Грудинна приобрела после раздела имущества определенный пакет акций, да, но это, так сказать, абсолютно обстоятельства, не имеющие никакого отношения к Савуковску заявлению, ну, никакого, значит, и никакого права, она не имела, значит, выходить на сцену, и вот это вот голословное, абсолютно неподтвержденное ничем сведение выносить в массы, так, как будто бы это соответствует действительности, как будто бы все нормально, действительно это, и при этом надеясь, что никто не серагирует, да, что Ирина Грудинна так и будет серой мышкой за спиной своего мужа, и она не обратится в суд, она не будет защищать свои права, таки нет, значит, обратиться и будет защищать, и вот эти все сведения, значит, абсолютно хромские и несоответствующие действительности, они требуют соответствующей оценки, в том числе и суда, и мы полагаем, что здесь, значит, никаких сверхъестественных требований не заявлено, мы обращались к экспертам-лингвистам, которые подробно разобрали эту длинную достаточно речь на предмет ее соответствия требованиям закона, и они, ну, так сказать, и лингвистики главным образом, да, на предмет соответствия закону мы тоже юристы оценили, вот, и они подтвердили наши, так сказать, доводы о том, что вот те сведения, которые мы в просительной части указали, они являются соответствующими, вот, и человек требует восстановить свое доброе имя, потому что оно сейчас запятнуло, и оно будет запятнано до того момента, пока, значит, суд не восстановит справедливость и своим судебным актом не покажет, так сказать, людям, которые не считают возможность следить за своими словами и выносить, значит, вовне несоответствующие действительности порочащие лживые сведения, что, так сказать, им необходимо прекратить это делать, потому что, так сказать, так делать нельзя, это незаконно, неправильно и некрасиво, но уж если их это волнует, у нас такое ощущение, что их это особо не волнует, вот, но тем не менее, после этого иска надо сказать, что подобные высказанные, в частности, со стороны Зои Ивановны, они прекратились, то есть все, человек замолчал, вот, поэтому мы просим, уважаемый суд, учесть эти последствия, негативные для нашего уведителя и удовлетворить из полного – Так, что касается та же часть требований, вы нам мотивировали, живет в шикарном доме, имеет домик для прислуги, ездит на шикарных дорогих машинах, имеет две квартиры, имеет бизнес. – А уважаемый суд, это, понимаете, это же все в контексте надо воспринимать, то есть это было сказано так, как будто, значит, вот такая богатая, роскошная, значит, женщина решила совершить трейдерский захват совхоза, которым руководит ее муж, то есть не просто, да, там, живет в шикарном доме, домик для прислуги и так далее, а она, так сказать, вот такая фурия, значит, совершенно обеспеченная, чуть ли там не обеспечен, ничем весь совхоз имени Ленина, и она решила, значит, совхоз захватить, вот, обладая такими, значит, шикарным бэкграундом, да, это все тоже абсолютно ложь, вот, нет там никакого шикарного дома, дома для прислуги, шикарных дорогих машин, двух квартир и так далее, то есть это все абсолютно ложь, вот, но она преподнесена была, значит, на этой самой площади вот этому широкому кругу граждан, для того, чтобы создать негативную характеристику вот этой самой женщины, которая, так сказать, с помощью такого-то преступника совершает рыдорский захват, вот, то есть она не простая такая, вот, так сказать, обычный человек, да, она вот такая вся из себя, значит, шикарная, для которого Пугачева, которая, значит, здесь решила вот захватить, всех лишить прав, значит, почему-то решила разделить совместно на что имущество, ну, так сказать, да какая негодяя, кто решила, так сказать, реализовать свое право к законам, вот, она, значит, этим она тоже очень сильно досадила госпожа Зоя Ивановна Солковская, вот, поэтому это все мы просим рассматривать в контексте первых высказываний, так сказать, суть которых заключается в абсолютно лживых утверждениях, значит, о том, что вот эта вот самая Ирина Грудинина, значит, она такой вещаде ада, причем такой очень хорошо обеспеченный вещаде ада, и она хочет, так сказать, захватить совхоз, потому что ей все мало вот тех богатств несметных, которые у нее есть, вот, поэтому мы, так сказать, эти высказывания также включили в перечень указанных в простительной части нашего уточненного иска, в том числе мы основывались на представленном материале для заключения экспертов Карагодина и Исаевы, вот, 5 ноября 2019 года, значит, эти высказывания также эксперты и рингвисты оценены как негативные в контексте вот всей той речи, которая была произнесена на этом митинге. Здесь вот на странице, на странице 23 заключение комиссии специалистов по результатам рингвистических исследований, 5 ноября 2019 года, номер 828-19, указаны эти самые негативные информации в форме утверждения фактов. Вот 11 штук, 1, 2, 3 и до 11. То есть вся, в принципе, просительная часть, она взята не из воздуха, а мы руководствовались этим самым заключением комиссии специалистов. То есть эти фразы необходимо воспринимать в контексте фраз, которые предшествуют. Ну, скажите, пожалуйста, это явно достаточно крупная сумма к облицарству морального вреда. Чем обоснованы данные действия? Ну, здесь мы сумму, конечно, оставляем на усмотрение суда. Дело в том, что просто когда этот иск предъявлялся, все было достаточно эмоционально, оно и потом осталось эмоционально. Но человек был просто вот трясло, когда к нам обратились за юридической помощью. Потому что, ну, понятно, что это было сказано, понятно, что все услышали, понятно, что все показывают пальцем. Но это еще и будет витью висеть навсегда. То есть это будет теперь распространено в сети, и все, кто будет забивать там 408-миллина, они будут выскакивать вот на это. И, так сказать, видимо, там скоро появится какая-нибудь отдельная вырезка, потому что он достаточно долгое выступление, отдельно, прямо специально, пожалуйста, вам вот Ирина Грудинина, значит, вот оценка авторитетного, так сказать, акционера ЗАОСа Пасмин-Ленина, госпожи Зои Ивановна Целкурска. Вот, поэтому, так сказать, мы здесь представляем нашего доверителя, да, он в этом смысле, так сказать, сам оценил размер морального ущерба. Мы полагаем, что, коль скоро, вот это вообще, в принципе, вся шумиха вокруг совхоза, она уже на федеральный уровень вышла, то, и, соответственно, тем большее количество людей, это не просто кто-то там в магазине сказал, да, или кто-то там в Доме культуры на 2000 мест, это было сказано на всю страну просто, да, то есть вот, вот эта женщина, поэтому на нее тебе будут пальцем показывать, ну, так вот, в Москве, но и в любом другом городе нашей необъятной родине, то она приедет, где будут, так сказать, вот, поклонники Павла Николаевича, совхоза имени Ленина и госпожи Целкурска. Поэтому и заявлена такая сумма, потому что мы полагаем, что здесь, так сказать, эти высказывания приобрели такой всероссийский масштаб, их на хвосте разнесли всякие разные люди, которые себя рискуют называть правозащитниками, да, и в том числе эта информация, начинала в этом доступе, она там и будет теперь всегда. И там, так сказать, уже скоро приблизится к нескольким там тысячам, а там и к миллионам просмотров, поэтому никто не собирается ее туда удалять. То есть мы думаем, что, так сказать, может что-то повернется, и вот после иска как-то этот ролик будет удален, он не был удален, он там есть, то есть мы его можем и сейчас там найти, вот, в этом доступе. Поэтому мы руководствовались тем, что эта информация была распространена очень большому и широкому кругу зрителей. Поэтому, так сказать, отсюда и вред причиненный. Это не просто, так сказать, какое-то случайное высказывание, да, это целый ряд негативных высказываний, аж 11 штук. Вот. Поэтому, так сказать, наш дверитель назвал эту сумму, мы ее включили высказку, мы полагаем, что она справедлива, собственно. Так, вопрос, сохранная отличка, то есть это отличка от силоковского Зиму Ивановича, нет вопросов? Нет. Если это отличка за вопросов, то не лето? Нет. Вопросов нет. Так, отлички. Кто требует? Данная, да? Ваши предыдущие. Представитель Силоковского Зиму Ивановича. В силу статьи 152 гражданской области Российской Федерации оценки подлежат сведения, распространенные отличикам порочащие честь и достоинство гражданина. В совокупной оценке статьи 152 гражданской области установления Пленума Верховного Суда 24 февраля 2005 года Мин. 3 проверка факта распространения несоответствующей действительности порочащей гражданиной информации может быть осуществлена только в отношении тех сведений, которые распространил сам отвечик без изменения смысла высказывания и без их искажения. Иначе проверить носки оскариваемые сведения какой-то негативный характер не представляется возможным. Истец заявил требование в отношении 11 высказываний якобы предписанных Силоковскому Зоеванию, которые якобы она произнесла на митинге 13 июля 2019 года, однако данное обстоятельство не соответствует в действительности. Истец Цилоковская не распространяла сведения, указанные в пункте 1, 2, 3, 4, 5, 11, либо распространяла сведения, указанные в пункте 6, 7, 8, 11, искового заявления совсем в иной формулировке. Таким образом, мы считаем, что поскольку данные сведения не распространяются, они не подлежат защиту в рамках 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. Уважаемый суд, для проверки данных обстоятельств у нас имеются ходатайства о просмотре видеозаписи, которая была общена к материалам дела. Данное ходатайство в письменном виде подготовлено, поскольку данные обстоятельства могут быть проверены только по чему непосредственной оценке представленного дела доказательства, в частности прослушивания и просматривания видеозаписи. Я думаю, что у суда есть техническая возможность составить диск и просмотреть видеозаписи. Прещено на освещенной базе. До совершения хранятся вибрающие носители. Есть расшифровка записи? Есть расшифровка, мы можем тогда сравнить имеющиеся материалы дела расшифровки. Ли Сделал 10-й. Там 1-й, Ли Сделал 10-й, 11-й. А там 1-й, Ли Сделал 10-й, 11-й. Представлялась официально. Так, еще раз. В открытом доступе находите? Не, мы не можем. Я не могу сказать заявлялась. Надо у него спрашивать. В открытом и в делом находите. Мы не размещали. На нем лежит деревянное доказание распорскания. Так, представители остались. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый суд, конечно же. Идение выхода от указанных листов. А какой выхода от отсутствует у нас такая техническая оборудование? Ну, мы, нет. На самом деле, мы приобщили к реальным протоколам осмотра. Есть стенограмма этой аудиозаписи. Мы приобщили, значит, подключение экспертов, которых эта аудиозапись, так сказать, разобрана также на те негативные рассказывания, которые, собственно говоря, положены в основу иска. Мы полагаем, что слушать этот вид, конечно, нет никаких оснований. И, естественно, представил достаточно доказательств того, что эта аудиозапись была сделана, что она осуществует, что она распространена и находится на соответствующем сайте сети интернет. При этом, при всем, отвечек не опровергает и, так сказать, не возражает против того, что это было сделано и такие сведения были распространены. Нет, уважаемый суд, мы как раз таки именно возражаем, что такие сведения были распространены, поскольку Целковская Зоя Ивановна таких раз не произносила. А поскольку они оцениваются ими в той презентации, которая заявлена в основном заявлении, соответственно, уважаемый суд, мы считаем, что ИСО – недообразный фактор распространения. Но если она не произносила, то можно было представить какие-то доводы о том, какие она все-таки произносила фразы вместо этих фраз, да? Насколько мы понимаем, это также непрестанно, потому что страшно. Поэтому, ну и вообще, опять же, это очередная лошадь. Это не от Зои Ивановны, а от представителей Зои Ивановны. Значит, мы утверждаем, что фразы эти были произнесены, что вся эта информация была распространена. А вот эти вот ходатайства, они направлены на затягивание судебного разбирательства, которое и так вот слишком сильно затянуло. Уважаемый суд, я прошу принять какие-то меры к представителю Грудининой, потому что я считаю, что оскорбление представителя Целуховской в судебном заседании недопустимо. Что это такое, что наврала? Что это такое за высказок? Представитель, представитель, пожалуйста, такая... Хорошо. Продолжайте, представитель. Представьте, представитель, представитель, Уважаемый суд. В связи с этим мы просим тогда обозреть имеющееся материальное дело расшифровку представленную лицу для установления того, что фразы, кроме инфраструктации, в которой она заявляется в основном заявлении, целуховки не признатились. Награвы задерживаются в одном месте, делая 10-11 тонн, первое, соответственно, выписывая. Угу. Как следует, с сомнением Пленума Верховного Суда предметом доказанного такого степени дела является предстоятельность? Уважаемый суд. При рассмотрении дела о защите чести и достоинства и деловой репутации судам следует различать имеющие место утверждения о фактах соответствующей действительности, которые можно проверить, и оценочные суждения, мнения, убеждения, которые не являются предметом судебной защиты. В порядке ст. 152 ДКР. Ответчики также правили доказывать, что распространенные сведения являются мнением, суждением конкретного субъекта. Сведения об эссе, которые были распространены Целуховской, то есть не те, которые оспариваются, а которые реально были распространены Целуховской, они соответствуют действительности, мы будем говорить о доказательствах, которые представили суду, что они соответствуют действительности, и не носят поручащего для грудинного характера. Кроме того, некоторые спорные высказывания являются мнением Целуховской, который не подлежал защите в рамках 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. В рамках тех документов, которые мы представили, мы представили в том числе и заключение специалиста, приготовленное лингвистом Барановым, и данное лингвистическое заключение 23 марта 2020 года, приобщено к материалам дела. Мы провели анализ тех сведений, тех выгодов, которые сделал специалист, и хотим пояснить следующее. Я буду сейчас говорить те фразы, которые дословно произносила Целуховская, именно им давал специалист оценку, а не тем фразам, которые оценивало специалиста. Оно судебная экспертиза, представленная материалом дела, поскольку то экспертная организация оценивала совсем кином. Дословное высказывание на лингвисте 13 июля. Сейчас кровавый рейдерский захват. Они зашли к нам через его супругу, используя его бракоразводный процесс. Это грязно, это мерзко. Баранов по форме сообщения пришел к выводу о том, что данное сообщение можно разделить на два. Первое, сейчас кровавый рейдерский захват, они зашли к нам через его супругу, используя его бракоразводный процесс. Это разделяется в смысловом соотношении на первую фразу. Это грязно, это мерзко. Это вторая фраза. Так вот первая, она вообще не подлежит оценке, поскольку она носит простое высказывание. То есть оно ближе к суждению. А вот вторая фраза, это грязно, это мерзко, к которой можно было бы привязаться к негативу, это чисто оценочное суждение по выплату специалистов. При этом, уважаемый суд, обращает внимание, что защите подлежат только те высказывания, которые имеют отношение к истцу. В данном случае эта фраза, это грязно, это мерзко, или сейчас рейдерский захват, они зашли к нам через его супругу, используя его бракоразводный процесс, это все не относится к грудинной. Поэтому данная фраза, данное высказывание не подлежит в защите в рамках статьи 152 ГФР. Второе высказывание. Да, нам не страшно, что его супруга получила бы 50% акции. Абсолютно не страшно. Пусть приходит и работает вместе с нами. Она ни дня, ни минуты не работала в совхозе, и она понятия не имеет, что это такое. Отсутствует квалификация способа сообщения негативных сведений, и нет сведений, однозначно негативно характеризующих грудинину. В данном заключении, которое мы приобщили к материалам дела, эксперт очень подробно описывает, что данная фраза может быть оценена и положительно. То есть не все хотят работать в совхозе. Нельзя говорить однозначно, что она ни минуты не работала в совхозе, и это обязательно негатив. Есть люди, которые не хотят работать в совхозе. Поэтому невозможно данную фразу защищать в рамках статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. Нет однозначной квалификации. Что касается третьей фразы, ее также подразделяет специалист на две. Но что сделала она? Она продала нас. Это первое высказывание. Она продала генеральную доверенность полихать и бандиту. Первая фраза, ну что она сделала? Она продала нас. Это мнение, поскольку мы все прекрасно понимаем, что продать человека реально невозможно. Что касается второй фразы, она продала генеральную доверенность полихать и бандиту. Это утверждение, но этот негатив не относится к Грудининой. Полихать и бандиту имеется в виду, что полихата бандит, а не Грудинина. Поэтому в данном случае не подлежит защита в рамках стати 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. Следующая фраза, которая реально произносилась в Солковской. Скажите, каким образом оказалось у жены, а практически у полихата, 42%? Это что за суды сейчас, которые так присудили? Это позор, позор нашим судам, позор власти, которая это прикрывает. В данном случае это высказывание не относится к Грудининой. То есть речь идет о судах. А к Грудининой никакого отношения эта фраза не имеет. Поэтому защите в рамках 152 Гражданского кодекса также она не подлежит. Следующая фраза. Они ее признали малоимущим инвалидом. Этот малоимущий инвалид живет в шикарном доме, который я бы назвала музеем. Этот инвалид имеет домик для прислуги. Этот инвалид ездит на шикарных и дорогих машинах, имеет две квартиры, имеет бизнес, салон красоты. Этот инвалид не знает, что в деньгам и не вылезает из-за границ. Нет негатива в отношении Грудининой. То есть это все факты, которые можно проверить. И мы сейчас будем об этом говорить, какие доказательства мы предоставляем о том, что действительно у Грудининой есть шикарный дом. Форма шикарности дома для каждого человека, она своя. Для кого-то этот дом шикарный, а для кого-то там дворец не шикарный. Поэтому очень оценочно в этом плане. А что касается наличия этого имущества у Грудининой, мы доказательства представляем. Сейчас я буду об этом говорить. Поэтому в данном случае также не подвержу защите в порядке требований статьи 152 Городского кодекса Российской Федерации. И последняя фраза. Я обращалась к ней. Ира, прекрати врать. Прекрати порочить Павла Николаевича. Твоих небылиц уже тошно становится. Хватит врать. Народ все равно знает правду. В данном случае речь идет о мнении. Высказывание было сделано в форме мнения. Которое также не подлежит защите в рамках статьи 152 Городского кодекса Российской Федерации. Дальше. Дальше, уважаемый суд. На нас лежит время доказывания, что распространенное сведение соответствует действительности. Что касается первого высказывания, сведения о РДСКОМ захвате, указанной в пункте А таблицы. Первое высказывание имеет отношение к лицам, реально желающим получить крупный пакет акций за УСАФОС имения, с целью обладания преимущественным правом над обществом. Согласно словарю, рейдерство – это недружественное приглашение предприятий против воли его собственников, имеющих преимущественное приглашение в данном предприятии, или его руководителя. Данное обстоятельство, что речь идет именно о рейдерстве, подтверждается следующими приобщенными нами материалом дела доказательствами. Сообщение на официальном сайте УОО «Рота Агра» о том, что Грудинина вошла акциями ЗАУСАФОС имени Ленина в размере 41,91% в агрохолдинг «Рота Агра», путем их внесения в уставной капитал агрохолдинга. Статьей делового издания «Коперсан», где также имеется ссылка на то, что Грудинина передала акции, вошла этими акциями в общество, а также списком акционеров ЗАУСАФОС имени Ленина по состоянию на 16 декабря 2009 года. При этом есть основания полагать, что УОО «Рота Агра» связано с Полихатой, который изначально участвовал в деле о разделе совместного наше имущество супругов, предоставляя ИСАФОСА, на основании доверенности Грудинина выдала генеральную доверенность на Полихату, а он уже на основании этой генеральной доверенности передавал полномочия представителям. Таким образом, имеется совокупность следующих обстоятельств. Полихатой изначально участвовал в деле о разделе имущества супругов Грудинина, что показывает его изначальный интерес в данном споре. Грудинина, получив акции ЗАУСАФОС имени Ленина, выделенной в ее собственность на основании решения суда, в тот же день отдала их в распоряжение, отдала распоряжение о зачислении этих акций на личный счет УОО «Рота Агра». Хотя на протяжении целого дня мы слушали представителя Грудинина, который рассказывал, как она мечтает управлять данным обществом сама. По общедоступным сведениям, УОО «Рота Агра» связано с полихатой. Совокупность вышеперечисленных обстоятельств может свидетельствовать о том, что Грудинина изначально имела намерение передать полихате, выделенной в ее собственность акции ЗАУСАФОС имени Ленина. Кроме того, вот этот вопрос о рейдере, да, встает о рейдерском захвате, если в открытом источнике, ну, например, в Яндексе или в Гугл, в любой поисковой системе интернет, вбить фамилию полихата, первое, что выскакивает, это статьи о том, что полихат является первым рейдером на территории Российской Федерации. То есть вот такие полихатные рейдеры, постоянно вот это звучит, отсюда это и взялось. Насколько я понимаю, данные статьи никаким образом не оспорены, полихаток в суд не обращался, соответственно, в открытых источниках они имеются, никем не удалены. Второй момент связанный с тем, что Грудинина никогда не работала в ЗАУСАФОС имени Ленина. Действительно, Грудинина Ирина Игоревна никогда не работала в ЗАУСАФОС имени Ленина. Нами представлена в материале дела справка, выданная начальником отдела кадров ЗАУСАФОС имени Ленина, из которой следует, что Грудинина никогда не числилась сотрудником ЗАУ. В целях подтверждения того, что Грудинина никогда не осуществляла трудовую деятельность в ЗАУ, нами были направлены в разные службы, в федеральную налоговую службу, в пенсионный фонд, в фонд социального страхования. Документы, да, мы запросы делали о том, чтобы получить сведения о перечислении денежных средств за другие. В материале дела представлены документы о том, что по страховым взносам за период 2017-2019 года ЗАУСАФОС имени Ленина не перечисляла и не уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное и медицинское страхование в пользу физического лица Грудинина Ирины Игоревна. Документов, подтверждающих, что она работала, занималась трудовой деятельностью ЗАУСАФОС имени Ленина, ею не представлено. Грудинина Ирина Игоревна действительно выдавала генеральную доверенность в Палихати. Я уже как выяснила в материале дела 2.16.79.2019. Это дело у Василия совместно с нашего имущества была представлена генеральной доверенностью Палихатой, а уже Палихат, действуя на основании этой доверенности, выдавал третьим лицам ограниченные полномочия, участие в судебных процессах и так далее. Копию данной доверенности мы прикладываем. Нет, мы, которые приложены к нашим выражениям, если какое-то заявление. Таким образом, распространенное сведение о том, что Грудинина поддала доверенность в Палихатии. Следующее сведение о том, что решение о разделе имущества является позвонком, представляет собой не утверждение о фактах оценочных суждений. Кроме того, данные сведения относятся к Грудинину и к суду принявшего решения. Следующее высказывание касаемо о том, что Грудинина является инвалидом. Действительно, в решении суда по делу о разделе совместного нашего имущества суд, принимая позицию ИСА, они самостоятельно об этом заявляли, когда просили обслужить обслуживание циклореза Падалей, они говорили о том, что Грудинина является инвалидом, представляли там свою справку, и на основании этой справки просили выделить ей две трети доли, а Грудинину Павлу Николаевичу оставить одну третью доли всего совместного нашего имущества. И когда суд принимал решение, она поступила ответственность на основании этой справки и действительно признал, что Ирина Игорьевна является инвалидом, поэтому имеет право рассчитывать на две трети доли совместного нашего имущества. Кроме того, уважаемый суд, только что, когда выступал представитель ИСА, он также обращал внимание туда на то, что Ирина Игорьевна является инвалидом. Что касается дома, Грудинина Ирина Игорьевна действительно живет в доме. Данные обстоятельства подтверждаются видеозаписями, сделанными на телепередаче «Премой эфир» с Малаховым, когда Ирина Игорьевна выступала. Как говорится, на всю Россию сама. И съемки производились, и она об этом говорила, о том, что она является владельцем дома. Также на территории этого дома происходили съемки телеканала «360», когда Ирина Игорьевна рассказывала, как она плохо живет, но при этом рассказывала, как она обустроила свой быт в этом доме, дом для прислуги, дом, где она непосредственно живет. Поэтому данные обстоятельства подтверждала сама ястица, что сведения о чем имеются в открытых источниках, в частности, в сети интернет, записи этих программ, все имеются. В четвертых, о сведениях Флоповской, Грудинина действительно имеет два автомобиля. Так, решением в деле о разделе совместно наше имущество, Грудинина Ирина Игорьевна просила оставить за ней два автомобиля, «Лексус РХ-350» 2016 года выпуска, а также автомобиль «Лексус РХ-450H» 2012 года выпуска. Решением суда были данные автомобили оставлены за ней с компенсацией Грудинину Павлу Николаевичу 1,3 от их стоимости. Грудинина Ирина Игорьевна действительно имеет две квартиры. В начале июля 2012 года Грудинина выступала на программе у Ксении Собчак, в которой она говорила о том, что имеет две квартиры. Кроме того, данная информация имеется в открытых источниках. На официальном сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации сведения о размере и об источниках ее дохода указаны в сведениях об имуществе, что за ней зарегистрированы две квартиры. Грудинина имеет бизнес, салон красоты, о чем нами представлены в выписке Единого государственного реестра юридических лиц, где она числится учредительным, и генеральным директом которого является. Кроме того, данное имущество также было предметом просмотрения суда превратились в совместность нашего имущества, и также ей была присуждена доля в две трети совместность нашего имущества. Таким образом, она является на сегодняшний день генеральным директором и участником общества, доля ее составляет 50%, салон красоты ТАИР, ООО ТАИР. Кроме того, она сама при интервью с Овчак заявляла о том, что имеет бизнес. Грудинина действительно сообщал сведения о своем бывшем муже Грудинине Павла Николаевича, который не соответствует действительности. В частности, в программе Малахова «Прямой эфир» 12 июля 2018 года она указывает сведения о том, что состав имущества, декларируемого Грудининым как кандидата в президенты, не соответствует действительности. Это на минуте 8.45-9. Цитата. Вы знаете, я хочу сказать, что я всегда понимала, что те суммы, которые декларирует Павел Николаевич, я понимаю, что доходы Павла Николаевича намного больше, чем те суммы, которые он декларирует. И второе сведение о том, что Грудинин Павел Николаевич сломал жизнь, разрушил карьеру и скалечил судьбу многих женщин. Цитата. И еще мне хотелось бы, знаете, что? Мне бы очень хотелось пожелать Павлу Николаевичу, чтобы его любовь к ангелу стала его последней большой вот такой любовью. И чтобы, наконец-то, вот в списке женщин, у которых Павел Николаевич сломал семейную жизнь, разрушил карьеру, ну, в общем-то, и скалечил судьбу. Вот была поставлена вот большая жирная точка. Таким образом, данные сведения не соответствуют действительности оборудования Павла Николаевича. Доказательства обратного не представлены. Распространенные сведения не носят порочащего характера. В частности, в момент суд, как мы оказали, некоторые сведения вообще не имеют отношения к Грудинин и Ренингрене. А, в общем-то, порочащий характер этих сведений доказывается ИСОН, доказательств никаких не представлено. Ряд спорных сведений являются не утверждениями о фактах, а мнениями. Я уже на это указала, какие конкретно высказывания являются мнениями и не подлежат защите в рамках статисты 52 Гражданского кодекса. По своему характеру, оспариваемые ИСОН высказывания и ответчика изложены в стиле прямой речи. То есть, оспариваемая фраза представляет собой не утверждение целой полской о фактах, а субъективное и оценочное мнение о суждении участвующих в корпоративном контакте лица. Уважаемый суд, кроме того, конечно, вот сейчас мы слышали высказывание о том, как поменялась жизнь Грудинина Ирины Игоревны, как ей стало сложить. Я хочу сказать о том, что само поведение Грудинина Ирины Игоревны осложнило ей жизнь. Факт того, что она стала нелюбимой людьми, так скажем, если это можно вообще так назвать, у каждого человека свое мнение, мне кажется, связано не с выступлением Целковского Ивановна на каком-то там митинге, а это связано с поведением самого лица, который пришел на программу Малахова, прямой эфир, и, в общем-то, сама себя представила в некрасивом свете. Поэтому приписывать другим людям свое вот это вот некорректное поведение, некрасивое, пытаться свалить и обидеться на весь мир и на всех людей, которые, в общем-то, на протяжении всей жизни находились рядом с ней, а они с Целковской и Зоей Ивановной действительно были, как я понимаю, какое-то время очень дружны. Это, и заявляют вот такие вот иски, это, ну, как бы некрасиво само по себе, и, в общем-то, никак не оправдывает Ирина Игоревна, и никак ее ошибки, вот в частности, вот ее участие в этой программе прямой эфиры Малахова, никак не исправят. Уважаемый суд, мы просим отказать в удовлетворении требований, и считаем, что заявленные требования, в общем-то, не могут подлежать защите банка 152-й Гражданского кодекса Российской Федерации. Дорога, у вас вопрос будет? Нет, у вас вопрос будет? Нет, вопрос, вопрос будет у вас. Уважаемый суд, мы, конечно, не согласны с подъявленными требованиями, мы хотим еще раз обратить внимание сюда на то, что Зал Сососом Миниленин, во-первых, не являлась организатором этого митинга, потому что для нашей организации организовать митинг в центре города Москвы, скажем так, это, наверное, было бы очень круто, потому что этим мог заниматься только, соответственно, Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации, о чем, собственно говоря, представлены множественные доказательства материалов дела, которые представлялись еще в декабре на и в декабре месяце. Вот, КПРФ подтверждает о том, что да, организаторами митинга были мы. То есть нет ни обращения именно от Зал Сососа Миниленина, это была цель, это была цель Коммунистической партии защитить интересы. Что касается выступления Зои Ивановны, ну, во-первых, те, значит, высказывания, которые просят в своем иске признать несоответствующими действительностями и поручащими честь и достоинство, Зои Ивановны не озвучивались. И суд, я думаю, внимательно изучив, значит, десятую, одиннадцатую страницу тома первого, где представлена стенограмма выступления, которая, кстати, была представлена именно представителем истца, и, соответственно, как бы мы ее сверяли, то есть она соответствует тому, что именно высказывала Зои Ивановна, и там нет ни одной фразы из тех, которые в просительной части истового заявления просят признать истец в несоответствующем действительности. Соответственно, что требование в декабре месяце истец именно изменяло, то есть изменяло предмет иска, поэтому мы считаем, что суд не имеет права выходить за рамки заявленных требований и, соответственно, рассматривать именно вот одиннадцать фраз, которые указывает истец, представитель истца, Мальвин тогда представлял интересы. Ну и, собственно говоря, что в этом случае суд, конечно же, придет к выводу о том, что Зои Ивановна таких сведений, которые просит признать Грудинина несоответствующим не распространяла и, соответственно, никакими они не порочащими, не честь и достоинствами быть не могут. Кроме того, уважаемый суд, по поводу, опять же, хотелось еще раз обратить ваше внимание, по поводу того, что Ирина Игоревна не публичный человек, ничего. Еще до того, как обратиться в суд с иском разделе имущества, то есть это было, по-моему, 20-е число августа 2018 года. Ирина Игоревна в июле месяце присутствовала на программе у Малахова. Эта программа была показана в прямом эфире, значит, во всех часовых полисах, а это никем не отрицается. И, собственно говоря, Ирина Игоревна там всегда достаточно хорошо сама все рассказала. И именно негативная реакция, я считаю, пошла оттуда. И говорить о том, что Зоя Ивановна через год на каком-то митинге, и там на митинге, я помню, на памяти, там, по-моему, даже 5000 человек не было. То есть это был такой небольшой митинг. Кроме того, говорить о том, что Зоя Ивановна о ней сказала, и то есть у людей теперь сложилось мнение, что она такая вот корыстная, и при всем при этом просить и говорить полмиллиарда, потому что я обиделась, потому что я не согласна, что у меня есть машины, что у меня есть дом, что у меня есть бизнес, но ведь это все есть, и это доказано, как бы, представленными вторым ответчиком доказательствами. То есть она, собственно говоря, сама заявляет через месяц иск о разделе имущества, все эти машины, все эти квартиры, все это сама указывала в иск. И после этого, когда Видновский городской суд принял решение и признал за ней право собственности, на эти машины, на долю, в Таире, на все, она не обжаловала. И она не шла, не говорила, что вы за мной признали, нет у меня машин. Ну, а считать Lexus дорогой машиной или дешевой, это, конечно же, оценочная категория, потому что для кого-то из 500 тысяч машина будет дорогой. Вот. То есть это оценочная категория, которая зависит прежде всего от уровня дохода того человека, который будет оценивать и собственность, и квартиры, и бизнес, и все остальное. Уважаемый суд, также хотелось бы обратить внимание на то, что вот у нас говорит сегодня представитель листца, вот ее шпуняют, ее гоняют, в нее тычут пальцем, ни одного доказательства этого нам не представлено. То есть это только слова. То есть если что-то произошло, и человек может быть в силу каких-то своих внутренних, я не знаю, там, может быть, стыдно стало уже за то, что было сделано. Вот. Себя так чувствуют. Это не вина Зои Иванова в этом. Не вина совхоза имени Ленина, который вообще, собственно говоря, непонятно. Не, ну мне-то понятно, почему мы ответчиками здесь присутствуем. Вот. Поэтому хотелось бы мне вот на это тоже внимание сюда обратить. Как представитель совхоза я подтверждаю то, что Ирина Игоревна никогда, ни одного дня, ни одной минуты не работала в залах с обходцем имени Ленина. То есть она никогда не была работником. И, собственно говоря, на что здесь обижаться, если про тебя сказали правду. Вот. Поэтому, уважаемый суд, по поводу денежных средств, которые у нас просят и говорят, что она некорыстная, что она обиделась, хотелось бы вам привести примеры, я считаю, которые вспоминают эти вещи, мурашки бегают, и какие суммы были взысканы там. Вот. Причем не российскими судами, а именно судом и европейским по правам человека. Когда у нас было два совершенно страшных акта, проведено на территории Российской Федерации. Значит, первый у нас был, это был Беслан, второй у нас был Нуртост. Так вот, что на всех родственников и пострадавших жертв Беслана, мы можем себе представить, какое там было количество, у меня просто мурашки бегают, я как бы суд в общей сложности ЕСПЧ взыскал 2 миллиона 950 евро. То есть это в общей сложности 177 миллион. А тогда же, после того, как это произошло, в 2004 году, было распоряжение правительства, подписанное тогда Фрагковым, председателем правительства Российской Федерации, где членам семьи погибших выплатили по 100 тысяч рублей, пострадавшим по 50, а тем, кто получил, всем остальным по 15 тысяч рублей. Когда была совершенно, вот эта акция также беспредельная, когда был Нуртост, в 2011 году суд Евросоюза, Европейский суд по правам человека, взыскал тогда на всех пострадавших 1,3 миллиона евро, что в переводе на наши деньги означает 54 миллиона 184 тысячи. И поэтому мне, честно говоря, я не знаю, насколько человек, который просит сейчас говорить о том, что про меня плохо сказали и просит взыскать полмиллиарда, на уважение суд, я не знаю, я считаю, что это вообще должно отказано быть в защите каких-либо прав, когда просто человек идет, и вот уже мы женщину Зои Ивановну, которая больше 40 лет работает в совхозе, которая в свое время, когда Грудинин этот дом в 90-х годах получили, Зои Ивановна у нас агроном, ее руками высажены все кустики, все там, я не знаю, елочки, вот эти розы, которые она показывала на передаче у Малахова, Зои Ивановна тогда молодая была, и теперь она в пенсионерке, которой под 70 лет она обиделась. Поэтому, уважаемый суд, я считаю, что Зои Ивановна не говорила тех фраз, на которые обиделась Ирина Игоревна, и которые она просто удовлетворит требования, и уж тем более ни о какой сумме вообще взыскания какого-то морального ущерба, потому что даже если она где-то в форме мнения, в форме какого-то порицания, ей что-то сказала или попыталась донести, обращаясь к ней, дорогая Ира, она имеет право к ней так обращаться, потому что она младше ее, потому что она ее детей за руку водила. Мы считаем, что должно быть отказано в полном объеме. Так, вопросы будут, да, у нас детей в ледовочках? Нет. Нет. В том 1-й веке, 5-10, это просто заявление, и здесь 11, а снаряды, высушивание, салуковки, а еще 12, 20, по перешению видно, что зарослама, срокровности, от 25 или от 2019 года, или сделать 23, а купер-стаппорт на малинице, или сделать 2223, по перешению, или сделать 2536, протокол, осмотры, доказательств, от 13.00 июля 2019 года, или сделать 2335, Находовство передачи делаем наступление другого сюда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Выписка из «Домовой книги», а лист сделает «95», 110 Выписка из «Егиного государства ареи», это вот так, что не видит новое общество. Выписка из «Егиного государства ареи», это вот так, что выписка из «Егиного государства ареи». Выписка из «Егиного государства ареи», это вот так, что выписка из «Егиного государства ареи». Выписка из «Егиного государства ареи». Так, лист отдела 207, технический паспорт на жилой дом по адресу Осковской области, Косковской области, Ксения Розырьковской, деревня Свобода Новая Свобода, дом 10. протокол 215 протокол осмотра сайта 262,217,218,219,212,212,222,223 синаграмма 224,225,226,227 протокол также осмотр до ситуации когда я полюбил И делаем 15, 16, 17, 18, 19, маскуртное питание, состояние клеё и делаем 20, 80 овеней, 17, 19, красное место, держите от разных туалетов, готовьте несколько мест. И делаем 113,14 с определением примятий к ассоциальной Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Действительно были распространены негативные несоответствующие действительности сведения, и мы просим защитить права истца, удовлетворяясь требования полного времени. Ответчики чувствуете? Мы оспариваем фактор распространения важных сведений. Мы считаем, что статья 152 не допускает интерпретацию и оспаривание в этой интерпретации фраз сказанных человеком. Могут оспариваться только те фразы, которые непосредственно произносились ответчикам. Данные фразы в иске не оспариваются. Доказательства того, что представленные произнесенные фразы без интерпретации поручат честь достоинства правильные или инновидные, не представлено. При этом нам представлено каждое доказательство относительно всех высказываний, которые были сделаны в форме утверждения, высказывания о факте. Все доказательства того, что эти обстоятельства и их место быть, нам не представлены. Поэтому, уважаемый суд, мы просим отказать удовлетворение исказых требований полного времени. Уважаемый суд, мы просим отказать удовлетворение требований. Ну, в том числе, по тем основаниям, что сказалось, что представитель из-за данного толковства. Так как, во-первых, сведения мы не поймем вообще о том, о каком распространении идет речь. То есть, эти фразы не говорились, никто ничего не распространял. То есть, вообще не доказано, где и каким образом все это распространено, и что это распространилось именно какими-то руками при участии ответчиков. Кроме того, уважаемый суд, если все-таки суд придет к выводу о том, что требовали, что сведения были распространены, то просим вас все-таки обратить внимание на ту сумму денежных средств, которые хочет получить ренюбили на худение. Вот, мы считаем, что это будет вообще вызовом оскорбления вообще всему обществу Российской Федерации. Если в таком объеме, то даже чуть меньше данные деньги вообще ни за что будут. Так, крепкий. Сторона есть, так? Нет, конечно. Отлички. Да, не стихи.